Итак, снова здравствуйте, это снова Курящий из окна, и начинаю я с вами с главного меню, по одной простой причине я вошёл и офигел. Я забыл, что у таких игр бывают патчи в ходе действий. Вот, смотрите, прикрутили они новую мышку. Раньше я играл обычной мышкой винтовсовской, а сейчас у меня она стала синяя. Видимо, всё-таки подумали, что не хватает несколько настроя в игре. И сделали так. Ой, мой любимый переход по музыке в этой игре, опять-таки. Ладно, извините, просто я реально порадовался, как я очень долго сидел и начинал играть. Я дождался вот этого перехода, и он меня порадовал. Всё, прибежал к нам Клюв-Клюв. Стоит Клац-Клац, но Клац-Клац я не могу делать, кстати. Я пересматривал предыдущую серию и понял, что я несколько одной вещи не заметил, вернее ошибся. Я там посмотрел, что когда Клац-Клац, как его зовут-то, Абрахант говорит нам 2-3-1, и все жёлтые я вот поставил на 2-3-1. Но все жёлтые сделал уже сбросив вот здесь. Вот сейчас я просто ради самоуспокоения сделаю все жёлтые. Но наверняка это не здесь, вернее, наверняка это не то. Да, естественно, это не так. Выходим отсюда. И то, чего я хотел всё это время. Я сейчас хочу отправиться в заросли и посмотреть, что происходит там. Интересно. А, точно, я же когда тогда опустил эту штуку, я несколько не сохранился, и вот она у меня сейчас не опущена. Сейчас я тогда к вам вернусь. Кстати, вообще нет, я воспользуюсь этим моментом, чтобы посмотреть одну вещь. Я же сюда ещё рычаг не всунул в этот момент, да? Да, сюда я рычаг не всунул. А у меня ещё было одно место, куда я, по-моему, мог всунуть рычаг, пока у меня не опущена моя баянная установка. Угу. А ещё одна штука. Я же сейчас могу вернуться в зал и посмотреть, какими цветами у меня подсвечены эти знаки. Они у меня сфотографированы были. Блин, чего я туда-сюда бегаю? Короче, сначала я всуну рычаг, потом посмотрю на цвета и пойму, то ли это вообще, что я имел в виду или нет. Ага, и вниз. Да, вниз я могу пока что ехать. Угу, вот здесь есть место под рычаг. Эту дверь я не могу. А вот сюда вставить? Да нет, и вставить не могу тоже. Вообще, подобрал я этот рычаг-то или нет? Ой, какое было невнимательное. Опять порадовался, что записал две серии и... Забыл сохранить игру. Ну, я там просто не сохранил именно тот момент, как я бегал за... Ну, именно как смотрел... Катался на тачанке и смотрел на всё. Всё, поднимаемся наверх. Чё я посмотреть-то хотел, кстати? А, да, я хотел посмотреть знаки. И вот совпадут ли знаки с тем, что у меня там. На этом. Который подсказывает мне краб. Нет, я думал, это вот эти знаки, но это не знаки. Это просто планеты, они не имеют никакого отношения к знакам. Никак мне ничего не дают. Ммм. А здесь? Да нет, здесь тоже ничего нет. Здесь я уже всё сделал, и сюда я уже тоже ходил, да? Сейчас я проверю, ходил ли я сюда, и нету ли здесь знаков. И чуть-чуть вырежу, чтобы у меня опустилась моя баянная установка. Да, рычаг я взял, значит, у меня именно пропущен только момент, как я её опускал и как я вставлял рычаг. Всё, больше ничего не пропущено. Сейчас всё будет так, как надо. Кстати, ещё одну полезную штуку заметил, пока ещё этого не сделал, что вот эти синеголубая штуковина, которая, когда мы катаемся на тачанке, там с одной стороны кубик на ленточке висит, а с другой как раз вот эта вот синяя штука. И оказалось, что в неё как раз и входит вот эта дверь, которая здесь, в которую я наверняка сумею попасть, когда опущу баян. Так что будем это знать. Наверняка там будут какие-то перевесы. А, точно, вот эта дверь как раз и будет оформлена этими кустиками. Не смотрим, это перематываем. Да, вот она. Ладно, не перематываем. Просто я внимателен далеко не с первого раза становлюсь, но вот это меня по-прежнему дико смущает. Всё-всё-всё, давай, чёрный экран, исчезай. Кстати, я проверял, могу я сброситься с этого обрыва или нет. Да, проверял, а похоже не могу. А Клац-Клац умеет охотиться на этих ботинок? Нет, тоже не умеет. Неужели вся задача этой пушки будет просто сбить этого, чтобы я у него что-нибудь отобрал? И вообще, в заставке этой игры, в начальной, Клац-Клац давал крылья нашему Глинка. И он умел летать. Но правда, по-моему, он до этого их съедал... О, точно! Нам её надо сбить, чтобы... Собак съел эти крылья, и чтобы я начал уметь летать. Я практически точно в этом уверен. Ну а пока что то, к чему я стремился... Кстати, опустилась эта... Мисочка. Кстати, на ней тоже крылья нарисованы. Интересно. Может, он не будет есть эту крылатую штуковину просто так? Мне надо будет положить её в мисочку, и он её съест? Так интересно, если я всё это угадаю. Ну а теперь вот эти самые страшные и по Фрейду. Хм. Эта штуковина опустилась. Я даже знаю, что надо делать. Мне надо будет теперь с собаком отправиться говориться с Миногом. Снова, чтобы он мне дал штуковину, которая запустит этот механизм. Да, я не сказал. Объяснили мне в комментариях прошлой серии, что... Нету перевода вот на эти слова осьминогов. Это действительно инопланетный язык, и он будет таким почти до самого конца игры. Ну, наверное, стоит этому верить. Наверное, так оно и есть. Но на месте разработчика я всё равно сделал здесь субтитр, типа... Далее следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений. Чего у меня тут есть за кнопки? Кнопки у меня просто дофига. Ты умеешь сюда прыгать? Умеешь? Я пока не хочу сюда прыгать. Давайте посмотрим, что будет, пока он сюда не прыгнул. Эта кнопка у меня почему-то не действует. Эта кнопка у меня, естественно, не действует, потому что энергии нет. Это я, наверное, вхожу... О, снова колесо. Чё, даёт это колесо? О, ещё один клац-клац. Вот это скажет мне цвета, да? Ну, это просто, ребята. Ну... Ну... Я Томас Муравьеферсон. Мне надлежит подписать декларацию муравьесимости. Мне надо бы на перо. Кто брал моё перо? Ладно. Если к Абраханту Линкольну вообще не было субтитров, то здесь они их прикрутили, но... Как бы сказать, субтитры несколько не там, где надо. Сначала было это, а потом субтитры. Ну, уже хорошо. Я понял, что он мне даёт. Правда, даёт он это несколько неудобно. Сейчас я приготовлю свою камеру, опять-таки. Но буду всё это злостно фотографировать. Главное успеть. Давай, маши. Блин, не надо так резко махать. Я не успеваю, у меня всё размазано. Ладно. Кое-как размазано, но вроде я вижу. Я всё думаю, может быть, ради Стива прикладывать эти фотографии потом в видео, которые я делаю. Но не, я не буду. Всё, сфотографировали. Сделаем полный круг, я так думаю. Снова у меня таймер уже идёт лесом абсолютно, потому что таймер у меня тоже на телефоне. Давай, 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 давай. Ладно, сейчас сделаем, а потом возобновим таймер. Главное, чтобы я отсюда выйти сумел. Ты умеешь? Ты умеешь. Возвращаемся назад, и будет всё просто. Правда, интересно всё-таки, что изменяется, когда собак стоит здесь. Наверное, пока электричества нет, то ничего не меняется. На кнопку я по-прежнему жамкать не могу на эту. Я всё думал, если Глинка стоит на переднем фоне от кнопки, то на кнопку я нажму, или типа Глинка мешает мне это делать. Сюда я... Хм, не, сюда я вхожу с собаком, значит собак нужен исключительно на эту комнату. И, видимо, только тогда, когда будет напряжение в сети. Я тут совершенно недавно узнал, откуда-то... Вообще не помню, к чему это было, и откуда я узнал, что в Америке перешли на переменный ток всего буквально там меньше десятка лет назад, в 2008 году, что ли. А где-то в другом месте... Ну, у нас переменный как раз. До этого у них был постоянный. Где-то я слышал, что если бы мы сейчас пользовались постоянным током, то нас электричество бы отжирало добрую половину зарплаты, потому что было бы очень дорогим. А теперь я пытаюсь понять, кто из нас врет. Вернее, кто из тех данных, которые я видел, врет. Потому что, ну, в Америке точно не отдают за половину зарплаты все это. Так, это кнопка синяя. Это кнопка зеленая. Извините, зеленый. Это кнопка желтая. Теперь это два. Я, кстати, не смотрел все это время, сколько не записывал. Два, три или один, но надеюсь, что я не ошибаюсь. Раз, два, три. Один. Давай, хэдшот. Эээ. А что, тогда получается вот так вот? Так, еще раз. А, зеленая. Подожди. Синяя, зеленая, желтая. Может быть, это по-другому? Может быть, это вот так вот? Типа два, два, три, один. Тоже нет. Не понял. Еще раз смотрю на фотографию. А может, все-таки три, два, один. Три. Не, ну, я помню, там была какая-то нелогика, что точно три, два, один не могло быть. А, или я... Или они просто не в том порядке на фотографии стояли по цветам. Поэтому я ошибся. Сейчас еще раз проверим. Ммм. Ну, это точно это. Не, это точно... А, вот это зеленая. Да, это зеленая. Это желтая. Три, два, один. Тоже нет. Раз, два, три. Три, один. Синяя. Зеленая. Желтая. Желтая. Что-то я неправильно делаю. Сейчас я за кадром к Абраханту немножко смотаюсь и уточню у него, что не так. Хм. Смотаюсь я к нему. Может мне проще... Может быть мне проще просто сохраненную игру загрузить. Да, наверное сейчас найду сохраненную игру. Настройки. Сохраним как восемь. Сохранить. Загрузим, скажем, шесть. Где я тут? На шестерке буду? Да, на шестерке я примерно там, где надо. Примерно там окажусь, где хочу. Ммм. Не будем вырезать. Сбегаем так. По-моему он где-то внизу или вверху. Может мне еще эти кнопки надо как-то менять в другом порядке? Давай, говори мне. Что со мной не так? Ладно, посмотрим, есть ли у тебя субтитры. Я Абрахант Линкольн. Ну, два, три, один. И к нему субтитров так и нет. Тогда я не понимаю, в чем я не прав. Может быть, эта пушка не выстрелит просто пока у меня нету электричества там? Хм. Не могли же они поменять вот это? Сейчас еще раз смотрим. Ммм, два, три, один. Загрузить восьмерку. Может быть, ему все-таки нужно какое-нибудь перо? Без пера он показывает неправильное, а с пером он показывает правильное. Сейчас еще раз смотаюсь к этому Линкольну. Кстати, подождите, а что у меня еще есть вот тут интересного? А здесь я куда выхожу? Не, здесь я выхожу туда, куда мне не надо. Здесь я просто куда-то мотаюсь и все. А, что у меня изменяется наверху? Потому что наверху у меня определенно что-то, по-моему, должно изменяться. Ммм, ну залезай ты. Залезай. Молодец. Всегда бы так. Угу. Нет, здесь у меня остается только то, где мой собак может выходить и все. Снова клац-клац. Клац-клац снова не действует. Может, эта пушка не такая простая, какой кажется? А может быть, надо кверх ногами это делать как-нибудь? Ладно. Может, я все-таки... А-а-а! Погоди-ка! Я же, когда кручу это колесо, он типа кверх ногами, да? Ко мне возвращается. То есть, вот так вот он стоит правильно, а вот я его поворачиваю, и он кверх ногами. Но он же сам-то по себе не кверх ногами. Как-то это странно. Странно. Ну, синий, зеленый, желтый. Правда, что-то желтый знак несколько мне не знаком. Попробуем в обратном порядке это сделать. Экспериментировать. Потому что, да, этот у нас кверх ногами. Но сам он по себе не кверх ногами. Кверх ногами только его расположение. Кстати, опять же, в эту дверь я тоже вместе с собаком выйду, даже если он прыгнет на кнопку. Да, похоже, да. С этим я ничего не могу делать пока что, да, верно. Опять же... Не валяется ли тут ничего, а? Такой большой мир и такой маленький я. На нем могло бы валяться что-нибудь странное. Короче, пробуем все комбинации, значится. Да нет. У меня же именно знаки. Я думал, я их могу как-нибудь вот так вот, например, менять местами. Но нет. А все-таки синий, зеленый, желтый. Тогда вот этот, например, желтый. Этот зеленый. Это синий. И... Ой, блин. А, синий... Желтый здесь был. Два. Три. Один. Тоже нет. А тогда вот здесь. Два. Три. Один. И желтый. Синий. Зеленый. Тоже не хочешь. А че не так-то с тобой? В чем я, как говорится, не прав. Я тут, кстати, решил вернуться пока что в первую локацию. И смотрю, вот теперь в эту дверь нельзя зайти, когда собак не нажал на кнопку. Видимо, это тоже исправили. Видимо, действительно, актуальная версия игры поменялась. А если собак нажимает на кнопку, то да, собак сразу же прыгает на кнопку. А я сразу же сюда захожу. Кстати, не могу не заметить, что он говорит «Thanks little buddy». Типа, не знаю, в дословном переводе это «Спасибо, маленькое тело». Кнопки не начали нажиматься, может быть, они забыли это прописать, но нет. Все-таки эта кнопка, вернее, эта комната, как была мне нужна в свой последний момент, так и... Видимо, осталась нужна. Может быть, что-нибудь поменялось у этого Абраханта? Все-таки я не в сохранении с ним хочу пообщаться, а вот сейчас... Может быть, он скажет мне, типа «Ой, прости, я немножко передумал». Теперь ты знаешь, теперь ты общался с моим братом, и... Мы несколько изменили свою точку зрения. Здравствуйте, друзья! Я Абрахант Линкольн! Меня вот единственное смущает, что он между вторым и третьим делает очень большую паузу. Хм. Ну он-то у нас абсолютно точно стоит прямо, а не кверх ногами. Правда, тоже охраняет колесо. С колесом мне ничего делать не надо, я уверен, потому что иначе у меня рассыплется возможность бегать куда-либо. Сейчас я вернусь к этой пушке. Но вот все-таки не могу не заметить, но вот они стоят выше всех, в середине и внизу. Здесь три точечки, здесь четыре, здесь две. Может быть, все-таки Абрахант нас немножко того... Может быть, все-таки на это надо ориентироваться? Сейчас я это тоже запомню. Кстати, я пока тут еду обратно туда-обратно, посмотрел еще раз на то, что я сфотографировал в этих... На количество точечек в кровяных тельцах. И посмотрел, что там... Три-четыре-два у меня получается. А, я не туда приехал, да, мне же это не открыть теперь. Но, правда, меня сюда уже высасывает, может здесь что-нибудь изменилось все-таки. Вот, это... Три-четыре-два, но такое же, как и два-три-один, просто на единичку больше. Может быть, все-таки это мне поможет? Хм. Вот смотрю я сейчас на эту перспективу. Ну, вот эта штуковина, в которую я вхожу, когда иду налево, там внизу, у второй башни. Вот здесь вот у меня, типа, просто проходная комната. А вот здесь вот должно быть колесо. По логике, колесо должно быть вот здесь вот. Может быть, это и есть колесо? Может быть, сюда еще куда-то дальше проход есть? Здесь еще балкон какой-то. Не могу пока что понять. Надо запомнить, что это так располагается. И здесь еще окно есть. А вот в комнате с колесом я абсолютно точно окна не видел. Ну, неважно, сейчас разберемся тоже. Я сейчас ради эксперимента еще цвета выбрал. И хочу сделать именно в том тайминге, в котором он клацает. Вот, типа. Но все равно не работает. Вот знаете, в данный момент я очень сильно злой. И даже не знаю, как сказать. Ммм. Но теперь может появиться новое обо мне мнение, что если до этого у меня были проблемы только с музыкальными загадками, то теперь я еще и цвета не умею различать, и не только музыкальные тона. Хотя, наверное, худи-то у меня как раз с музыкальной загадкой вроде все получалось. Но вот кому не лень? Либо слазите взад... Ой, Господи, что я говорю? Либо слазите назад и посмотрите, что показывает этот... Абрахант другой, который не Абрахант, а другой президент, который хочет подписать декларацию независимости. Или даже, может быть, я сюда вклею это видео или фотографию. Но я пролазил минут 20. Выдвигал разные теории, пытался понять. Все-таки полез в прохождение, потому что я запутался, я не понял. И оказалось, что Абрахант этот показывает не синий, он показывает фиолетовый. Но вот честно, он показывает не вот этот фиолетовый, если это фиолетовый. Вот тот цвет, который он показывает там в колесе, это скорее синий, чем вот этот. Ну, не знаю. Реально, вот если сравнивать два цвета, вот синий ближе к тому цвету, который он показывает, чем фиолетовый. Ну ладно, тогда синий, зеленый, желтый. То есть все правильно, просто то ли у меня, то ли у разработчиков несколько разные ощущения цветов. Ну, либо там тени как-то неправильно ложатся. Что там, два, три, один. Ну, естественно, все работает. Ну, правда, естественно, ничем мне это не помогло, а не помогло. Хм. Таким шариком выстрелило. У меня, по-моему, в детстве такой пистолет был пневматический, с пластмассовыми такими шариками полными внутри. Такие воспоминания забавные вспоминаются. Вот очень похоже на то, что он сделал. Подбираем. И теперь я, в принципе, скорее всего, понимаю логику. Теперь я должен положить это перышко в мисочку для собачки, а собачка должна его съесть. Если вы думаете, что я это прохождение посмотрел, не смотрел, ничего, вперед вообще. Я это высказывал еще в начале серии. Но почти уверен, что так оно и есть. Да? Ну, теперь вы точно знаете, что я не смотрел прохождение, потому что оно не так. И собак тоже не хочет есть просто так. Интересно. Куда же мне его теперь засовывать-то? Хм. Был уверен, что оно именно вот так вот действует. Может, я могу сбить еще кого-нибудь? Смогу я еще стрелять или нет? В принципе, да. А зачем? Фиолетовый, зеленый. Желтый. Два. Раз, два, три. Один. Ну, хоть посмотрю еще на этот шарик. Да, могу стрелять. Только это абсолютно бесполезно. Может, у меня задача была еще шарик подобрать? Но нет. Вряд ли, вряд ли. Мне так кажется. Хм. Нету инвентаря. То есть, никак его применить куда не надо я не могу. Я могу только искать места, где мне его нужно применять. Хм. Пока что мы попробовали. Здесь не работает, хотя логика железная. Ладно, сходим еще раз в эти зеленые кущи. Может быть, там они как-то изменят свое мнение. Сюда не хочешь? Нет, сюда тоже не хочешь. Может быть, сюда? Тоже нет. Не совсем понимаю. У меня пока что мысль только пощекотать этого. Этого? Но, наверное, он мне больше не пригодится никак. Может быть... А, блин! Я же нашел для него перо. Черт, я идиот. Он же просил перо, и вот ему перо. И теперь он будет счастлив и что-нибудь мне сделает. Зигзаг бы это запомнить сверху. Ага. О, наконец, свобода! Перу бумаги! Интересно, нужна ли в стране Перу бумага? Ну что, тоже фотографировать или так запомню? Это очень похоже на какой-то знак зодиака. На звездной карте. Пожалуй, буду фотографировать, куда же мне деться от всего этого. И опять же, у меня загадка. Кверх ногами оно или как надо? Потому что, ну, не могу я отделаться от подвоха, что вот сейчас я нахожусь кверх ногами. Видимо, сейчас мне надо искать где-то звездную карту. Я даже, примерно, догадываюсь, где она у меня была, но мне туда сейчас не попасть. И вообще, как бы... Что мне еще делать-то? Потому что это все хорошо, но где мне это использовать, я не понимаю. Возможно, что-то изменится сейчас в самом мире. Ммм, дождите. Может, я там на это кликать мог? Что-то я затупил несколько. Вообще похоже на то, что я мог на это кликать. Там какие-то точечки были прямо. Ммм, давай, поворачиваю еще раз. Абсолютно непредсказуемая по времени серия получится. Я как-то мучаюсь, мучаюсь между телефоном и серией. Ааа, в смысле, между таймером и серией. Все время, кстати, забываешь, что таймер работает, когда он не выведен на экран. Все время я его останавливаю. Зачем? Непонятно. Так, ну, на точечки я кликать не могу. Ничем мне это не помогает. Кстати, я могу в этом колесе с собаками ходить? Собак? Нет, собакам не могу. Что ты мне еще скажешь, дорогой? О, нарисую еще что-нибудь. Кстати, мне его голос очень напоминает что-то. Почему-то он мне напоминает голос Эммита Брауна. Из Назад в будущее, хотя Эммит Браун никогда в жизни, по-моему, так не говорил. Ну, что-то вот такое. Может быть, это из игры про Назад в будущее. Посмотрел я все-таки эту игру в стримчиках Кулхарда из Киномании. С одной стороны, конечно, занятно, но если бы я их не знал до этого, и они не были бы мне близки, никогда бы не стал в таком варианте смотреть это прохождение. Потому что очень много левых разговоров и очень тихая игра. Сейчас с удовольствием смотрю стрим по Кэнон Фодор. Что ж мне делать-то далее? Куда идти, куда податься? Может быть, я могу пушку как-то перепрограммировать теперь, чтобы сбить еще ему перо? Ну, хотя бы, слава богу, быстро догадался, кому нужно перо, но, правда, реально я догадался об этом абсолютно случайно. Нет, похоже, надо искать еще куда. Сейчас я еще съезжу наверх, посмотрю, может быть, здесь что-нибудь так. А может быть, я, кстати, этот баян могу обратно вернуть теперь. Типа я здесь все сейчас сделал, и... Неведомые силы, которые управляют нашим замком, позволят мне вернуть баян на место и слазить, наконец-то, снова к этим... Созвездием, но логики в этом не будет вообще. Да, логики в этом не будет вообще, и этого тоже не будет вообще. Скорее, я этому рад, потому что, ну... Как бы тогда это было вообще бы некрасиво. Непонятно. Значит, надо куда-то возвращаться, куда-то зачем-то. Возможно, надо съездить к этому. Хм. Вот непонятно, что изменится на карте абсолютно, потому что я вот... Почему-то исчезла та головоломка, из-за которой я мог... Ааа, идти в верхнюю дверь. Может быть, она там теперь заново появится? Может быть, я вот типа получил решение к новой головоломке, которая там теперь появится, и меня от вас заново пустят? Ну, абсолютно не гарантированно, и скорее всего, нет. Но проверить стоит. Сейчас. Я уж не буду вырезать, как я туда побегаю. Рассказывать сильно нечего на заднем фоне, поэтому... У нас такая игра именно из самой игры без отсебятины. Без отсебятины, да, здесь ничего не получилось. О, стволу о погоде рассказать. Погода холодает. О, вроде где-то в отдельных районах города даже снег шел, говорили, но я как-то не видел. Отсюда, если очень сильно порыться в новостях, можно понять, в каком районе города я не живу. Хотя, я уверен почему-то, что большинство людей из тех районов города, где этот снег был, тоже не видели его. А может быть, даже я живу в одном из районов, про которые... Все-таки говорили, что он там был, потому что районов этих нифига не помню. Просто помню, что была такая новость. О, сегодня, кстати, ночью обещали же у нас северное сияние. С 7 на 8 октября в Петербурге. Может, не только в Петербурге. Но, к сожалению, смотреть это... Ну, вот сейчас, наверное, закончу снимать, посмотрю в окошко. Может быть, мне как-нибудь очень крайне повезет, и я его увижу. Ну, опять же, в новостях говорили, что придется не спать всю ночь. Да, конечно, я готов не спать всю ночь, когда мне завтра на работу. Нет, конечно, в определенных ситуациях я к этому готов, но... Но не сейчас. Завтра будет что-то довольно трудный день. Мне это несколько не нравится. Хм. Чего же я опять туплю-то так? Не хочу я в прохождение лезть. Вот честно. Если буду что-то не понимать сейчас, то все-таки полезу искать. Может быть, это у меня теперь как-то заработает? Нет, никак не работает. Рычаг. Может, я могу отломать рычаг? Мне как раз нужен рычаг там внизу. Кстати, не слазил я вниз-то в самой башне. Хм. А еще мне интересно, может быть, теперь мой собак какими-нибудь тайными путями сможет лазить вот в другую башню через эти проходы, где он с другим зрением ходит. Может быть, но вряд ли. Здесь я просто уже лазил. Хм. Кстати, я тут пока бегал. Убрал лампочку и открыл дверь. Но я думаю, это... Мне пока что не надо и лучше вернуть вот так, потому что эта лампочка дает мне хоть какую-то надежду. Хм. Колесу меня... Ну да, колесу-то меня пустят, но мне это не надо. Возможно, теперь подсказчик скажет что-нибудь новое. Потому что... Ну, я видел... Я видел созвездия только там. Где были статуи, а теперь меня к ним никак. А, ну да, ты же умеешь его слушать только из одного места. Все в твоих руках. Сейчас, специалисты обрабатываются. Смотрите знания в above. Понимаете, чтобы сохранить ситуацию. Руку Эмрук, нет ключей для больших статусов. Он не имеет значительную дверь, но не имеет значительную дверь. Он не имеет значительную дверь, но не имеет значительную дверь. Ну, моя теория не оправдалась. Собак ходит только сюда. Я, кстати, только сейчас подумал. Собак же он, типа, слепой. Хотя это не говорится нигде, кроме как в описании самой игры в Steam. Ну, типа, он видит. Но только проходя через эти проходы и только вот здесь вот. Но здесь же не темно. Здесь есть окно. Соответственно, здесь должен быть свет. То есть даже если собак видит только в темноте, то вот здесь он все равно видеть не должен. Потому что мне в комментариях писали, что это вот какое-то особенное зрение его. Евоное, да. Но как-то не так. Пойдем искать далее. Хм. Хотел проверить одну теорию, не могу ли я здесь выпрыгнуть вот на этот уступ. Но все-таки нет. Он ездит на заднем плане, и это слишком далеко для него. Видимо, даже для собака далеко. Но хотя бы проверил. Ленточку я тоже перерезать не могу. Еще мне, кстати, захотелось побаловаться. Я вот хочу посмотреть, могу ли я повернуть эту штуковину так, чтобы вот этот конец оказался здесь и въехать в нее. Просто типа в центр нее. Не знаю, зачем, но... Может же быть какая-нибудь логика, типа она провернется под моим весом потом, а я вообще застряну в ней. Но нет, она так не становится, несимметричная она. Поэтому можно только так, жалко. У меня уже традиция пошла, что к концу серии у меня такие мини-нарезочки из ощущений, но я хочу сделать что-нибудь важное еще в этой игре сегодня, потому как, ну, запустить пушку это очень мало для игры. Кстати, вот этот вот знак еще, я на него не тыкал, может быть он что-нибудь значит. Вообще он похож на серп и молот. Но нет. Да, это я просто в дверь вхожу. Так, ходил ли я сюда, когда пушка уже выстрелила? Может быть здесь что-нибудь появилось? По-моему я все-таки сюда уже ходил. Да, ничего не изменилось. Я вот, кстати, подумал еще, что, может быть, если я цвета правильно знаю, теперь фиолетовый, зеленый, синий. А, зеленый, желтый. Может быть я теперь могу в другие позиции стрелять? Все-таки, например, вот здесь вот будет раз-два-три, раз-два-три-четыре, раз-два. Может я могу просто других этих позбивать? Но нет, ничего не получается. Хотя было бы довольно логично. Все-таки, ну, не хватает мне этого шарика, мне как-то грустно, что я его упустил. Хм. Подскользнись ты хотя бы, здесь же не зря эта жижа раскидана. Может я могу пушку как-нибудь руками вертеть? А, я ж только на это окошко жал. Может быть, подожди-ка. Собак, ты вот можешь сюда подойти? Например, поймать мячик, когда он полетит. Нет, не можешь, да? Ты возвращаешься сюда. Это единственное, что я могу делать. Фиолетовый, зеленый, желтый. Раз-два, раз-два-три, раз. Во, я могу тебя поймать? Давай, 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 давай. Нет, ты очень быстро летишь. Видимо, вариантов на это никаких нет. Но я же постоянно стреляю и стреляю. Чуть не убираю эту возможность. Хм. Просто вот меня еще немножко подстрекает то, что они меняют свою позицию. Иногда то опускаются, то поднимаются. Может быть, мне все-таки надо вовремя выстрелить. И типа вот когда он здесь примерно по траектории, то я попаду. Но это же невозможно вычислить. Потому что я не вижу, что происходит в мире, когда я начинаю пользоваться настройкой. Так что логики в этом опять же нет. Слушайте, а может быть я вот это типа сделал и теперь собак нажмет на кнопку и что-нибудь будет работать? Ну, очень вряд ли. Зачем вообще эта кнопка нужна? И эта кнопка зачем нужна? И эта кнопка. Но собак на эту кнопку тоже не может нажать, да? Потому что электричества нет. Да, не может. Один угол острый, другой тупой. О, блин. Черт возьми. Вот как можно было догадаться, что сюда надо кликать? Она же вообще никак не выделяется. Это просто символика. Ну ладно, теперь я знаю решение и знаю, как его делать. Сейчас я только... Вернее, как его делать-то я не очень знаю на самом деле. Ага. Вот и вот так вот. Вот и вот так вот. Ладно, ищем, ищем, ищем. Вернее, не ищем, а вспоминаем, как оно было. А, и эта кнопка вот здесь нажимается, да? А не там, где я рассчитывал. Хорошо, эта задачка должна быть как? Нет. А, кстати, дат. Ага. Пушка. Не было пушки же до этого. Или была? О-о-о-о. Так. Давай-ка, давай-ка. Мне нужна черная линия, да? Я не понимаю логики перемещения этих персонажей. Ну, наверное... Ну, наверное... Еще раз. Ага. Типа... Ну вот. Отсюда у меня все должно начинаться. Ммм... Нет. Нет. Примерно вот так вот. Теперь убрать вот этого сюда, этого сюда. Надо запомнить, что ли он стреляет на каждого определенным цветом. Вот если этого убрать сюда, а вот этого сюда. Не, он стреляет черным. Ммм... Ммм... Интересная задачка, но все начинается именно с пушки, да? Или нет? Или наоборот, пушка должна быть в самом конце, чтобы типа выстрелить из нее. Ммм... Вот так вот его... Ой, блин, подожди. Вот этого сюда. Этого сюда. Да. Первый выстрел у меня правильный. Но мне надо его загнать сюда последним. Значит, мне надо... Чтобы он был вот здесь. Вот. Теперь этого убрать. Эээ, подожди. Да, вот этого сюда. То есть сюда. Ага, и теперь ты никак не стреляешь, да? По какой... По какому принципу он начинает стрелять? Угу. Так. В принципе-то логика есть. Подождите. Вот он... Совсем никакой. Это типа самое начало должно быть. Потом он... Вот где он больше озлобился? Здесь или здесь? И вообще, он озлобился после того, как в него выстрелили? Или до того, как в него выстрелили? Тут может быть абсолютно по-разному. Он может сначала быть испуганным, а потом разозлиться. А потом... Получить за это. Может... Сначала получить... Потом разозлиться, а потом стать испуганным. Наверное, все-таки вот это... То ли самый конец, то ли он второй. Хм. Ну, по-моему, все-таки вот это первое. Потому что, тем более, вот так вот... Да, вот так вот в него не стреляет пушка, так как мне надо. Соответственно, мне вот его нужно вот сюда. Вот здесь вот он будет последним. Вот эту вот логику понять. Вот так вот, например. Почти. А почему он и сюда, и сюда стреляет? Эээ. Ладно, значит, этот точно здесь не может быть. Интересно думать, на самом деле, вот так. Главное еще понять. Эээ. Ну, наверное, изначально это должно быть вот здесь. Это вот самый конец, вероятно. Нет. Это не самый конец. Вот от этого идет сюда. Да, он типа бедный. Потом в него выстрели, он обозлился. И еще раз обозлился, да? Вот. Вот. Ага. То есть, вот это вот такой вот порядок, и я его, в принципе, собрал. То есть, мне нужно вот этих вот троих вот как-то вот так. Почти то, что надо, но не тот чуть-чуть порядок. Да, значит... Эээ. Так, сейчас подумаю. Мне надо поменять вот этих двоих местами. Ммм. Ладно, сейчас, сейчас. К сожалению, наверняка это все решится методом простого тыканья. Эээ. Так? Вот так. Нет, не так. Блин, понять, в каком они порядке. Ну, почему он стреляет и вот этого, и в этого. Может быть, все-таки пушка это не начало? Может быть, типа, сначала он... Вот, что-то увидел. Потом он увидел пушку, и потом пушка выстрелила. Может быть, вот так вот. Может быть, его вот сюда изначально надо. Та. Та. Ну вот, так оно тоже складывается. Раз, два, три, четыре, пять. Хм. Че, я потыркаюсь, я думаю, это вам не сильно интересно, но все-таки решу эту задачу. Наверное, убыстренно. Слегка. Потому что я уже потыркался. Я не понимаю пока что. Я понял принцип, но не могу понять, как его сделать. Хотя... Ммм. Погодите. Пушка, наверное, должна быть в центре все-таки, да? Вот те пятнашки были проще, чем эти, но... За сам принцип я разработчикам благодарен, что называется. Потому что достаточно интересно. Так вот, например. Вот так вот. Ага, тоже не то. Он стреляет черным в это и в это. Этого надо загнать сюда. Раз, два, три. Ммм. Пушка в центр. Вот это вот сюда. Раз, два. Угадал? Нет, не угадал. Вот этих двоих местами надо менять. А так все получится. Так, сейчас. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. И вот так вот должно сложиться. Не складывается, да? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Четыре линии. Значит оно, в принципе, как надо. Так почему-то он ни в этого не хочет, ни в этого не хочет стрелять. Может, все-таки пушка должна быть вот здесь вот. Все-таки по логике. О, раз. Нет. Пушка не должна быть здесь. Пушка стреляет двоих. Все, врезай. Вообще, все же очень-очень просто делается-то. Только я не могу этого сделать. Все делается методом убора ненужного в центр и движения по кругу. Но так, чтобы в конце в центре оказалась пушка. Мне нельзя держать пушку в центре, потому что... Тогда я не смогу двигать по кругу. Мне бы понять, в каком порядке вот эти должны находиться. Ну да, вот убор. Да, вот так вот этот убор и идет. Вот это сюда. Вот это сюда. И вот это... Но не так. Да, вот этого мне надо сюда. Соответственно, это убираем сюда. Это вот сюда. Этого сюда. Вот так вот. Уже не так. А, завершится у меня все должно вот здесь. Значит, самый обеспокоенный должен находиться как раз тут. А в кого, подожди, еще раз пушка стреляет в этого? Все-таки в возлобленного. Или все-таки конечный этот? Типа он все осознал, у него улыбка. Улыбка в виде забора, который у нас светился в самом начале игры, если свет погасить. Да, пробую поставить конечным его. Угу. Вот это правильно. А конечного я все-таки, видимо, перепутал. Значит, убрать пушку сюда. Вот так, вот так, вот так. И сейчас должно сработать. Но не работает. А чему? Не пойму. Может быть, все-таки пушка не должна быть в центре, а должна быть где-то здесь. Угу. Ну, в принципе... Но нет, ведь пушка стреляет и сюда, и сюда. Да, пушка точно должна быть в центре, чтобы стрелять в обоих. Может быть, этот должен быть вот здесь вот, правда? Вот так, вот так. А, или наоборот. Пушка должна быть... Ага. Не хочешь. Пытаюсь понять логику. Ну, сложно по этому лицу понять логику. Пушка стреляет черным вот только в двоих. Кто из них первый? Вот он сначала испугался. Потом увидел пушку и разозлился. Или он сначала разозлился, увидел пушку и испугался. В этом же весь смысл данного рассказа. Ну, будем считать, разозлился. Потом пушка, потом испугался. Ну, вот это вот не то. Да? Вот. И, по-моему, вот это должно быть здесь. Да, по-моему, я собрал то, что надо. Нажимаем. Е-е-е. Все-таки он принял такой полупокерфейс в конце. О, и поменялась дверка. Теперь у меня там что-то новое, что ли? Или мне надо нажать на зеленую кнопку, чтобы войти в правильную зеленую дверку? Блин, еще один куб. Не, я хочу сохраниться на этом месте. Настройки... Десятая. Я просто сниму чуть побольше, потому что, боюсь, сегодня я не запишу еще одной серии. Я и так уже туплю, чтобы записывать еще одну серию. Поэтому сделаем чуть-чуть попонятнее сейчас. Но сначала я хочу вот здесь вот перелезть через него. Посмотрите, что же у меня находится в этой комнате. Хм. Недопонял. Еще одна кнопка. А дальше что? Я даже могу прямо сейчас нажать на эту кнопку. Эй. Или эта кнопка для меня? Или это опять собак не умеет прыгать, когда я рядом с ним? А нет, умеет теперь. Спасибо за помощь, клювик. Ага, и собак так и осталось. Блин, как пленс ферсу зомбис Эти были маленькие орехи Они же картофелин, а это большая орех Я не смогу через него перепрыгнуть Во, наверное пока клювик сидит на кнопке У меня убираются те Сдерживающие факторы Для квадрата Да, точно, они убрались И я смогу его Притолкнуть туда и залезть через два Но мне еще надо Как-то его туда присосать То есть, либо клювик может зажать Вот ту вот кнопку, например, зеленую И у меня уберутся эти Квадраты А эта кнопка и так зажата, да? Хм, она же зажата Ну что будет, если я его столкну? Да, ничего не происходит Соответственно, мне надо как-то Убирать эти стопоры Сейчас мы Клюв-клюва несколько переместим Интересно, вот это вот Подсказки или нет вообще То, что на стенах-то нарисовано Давай попробую сесть на ту кнопку Но она зажата почти наверняка Эй А, ну да, ты ж не умеешь сам ходить Между комнатами Вот эти вот пересечения Я имел ввиду подсказка К чему-нибудь или нет Вообще, может быть Пока я нахожусь наверху него Я могу что-нибудь с этой трубой делать? Скорее всего из этой А, теперь кнопка отжата Странно Ну да, все равно все то же самое И причем наверняка еще вот здесь вот Нет, вот теперь вот это не работает А че ж я сделал, когда нажимаю на тут кнопку? Может быть я сам могу на нее вот здесь вот нажать? Нет, не могу Ага, вот здесь я могу двигать его Зачем? Не знаю У него так ножки шевелятся забавно А Типа я зажал кнопку Теперь я смогу двигать Да, теперь я зажал кнопку Теперь я смогу Зажать клюв-клювом вот эту кнопку И двигать тот квадратик маленький Опять же, не сложно Но если не затуплять в отдельных моментах Все остальные моменты очень простые Вот такие у меня Впечатления от этой игры А, ну собственно мне даже не надо Ничего зажимать еще раз У меня и так зажато А, нет, все-таки надо Так, давай клюв-клюв Иди теперь нажмем на другую кнопку Беготни здесь Лишние, конечно Эй, пошли со мной Пошли со мной И сделаем это И уже спокойной душой Я пойду спать Блин, уже Нифига себе, уже час ночи Эту серию записываю полтора часа А, не нравится мне это Я еще сегодня думал все-таки Карго отмонтировать Которая у меня уже Неделю лежит Несмонтированной Теперь как-то у меня все планы Идут немножко лесом Спасибо, клювик Да, все получается Все получается И сейчас будет как надо Дим Шевели копытами Действительно он идет Так как лошадь Или как корова О, обиделся Теперь не шевелит копытами Ну как всегда Все против меня Теперь шевелит Двигайся Все, он первый шаг делает Сам по себе Как хочет А вторые и дальше Не хочет вообще ничего Куда же я сейчас попа... Ну что, еще раз зажимать Зеленую кнопку Ну это же чисто... Чисто вот Времени убивалка Зачем это все? Зачем было делать Вот эту беготню Туда-сюда? Блин, а еще то, что Собак не может сам бегать А мне надо еще Туда-сюда бегать с ним Но это стоит того Я сейчас нажму на эту кнопку И мы все-таки откажемся Где-нибудь в новом месте Цок-цок-цок-цок Цок-цок-цок Давай Прыгай Давай, сделай это И снова два коридора назад В принципе, это может быть аналог Как раз той огромной комнаты Где надо было двигаться Только вперед и вперед Вдоль стены великой В Неверхуде Ну, в принципе, если вот так рассуждать То может быть и есть в этом логика Типа не стали они делать все-таки такой Такого издевательства С движением в 50 экранов В одну сторону и 50 в другую Или там было 25 в одну и 25 в другую Но вот такую легкую убивалку Времени все-таки сделали Что ж мы тут увидим-то на белом свете? Во! Ну и что-то прямо сейчас сдохло, да? Все, я знаю, что делать в следующей серии Вот именно эту мошку надо класть в тарелочку для клювика И он ее съест Но брать ее я сейчас не буду Все-таки Надо же знать, что делать в начале следующей серии Пока что это был Курящий из окна Смотрите, подписывайтесь До свидания Пока Пока